Итак, друзья, корейцы конкретно настроены на то, чтобы забрать покупателей у Lada Vesta. Они представили новый кроссовер по цене Lada Vesta. Правда, в максимальной комплектации, но тем не менее. Посмотрим, чем они хотят отнять клиентов у АвтоВАЗа. Новый компактный кроссовер от Kia, который должен конкурировать, скорее всего, с Lada Vesta SV Cross. Он получил довольно стильный и современный дизайн. Но вот в связи с тем, что корейцам нужно было экономить, чтобы хоть как-то приблизиться к стоимости Lada Vesta, салон будет выглядеть относительно бюджетным. Итак, новинка получила название Kia Sonnet. Дизайн новой модели разрабатывался новым специалистом, который работал с Infiniti и BMW. Почему-то мне он напоминает Kia Soul, только теперь с обновленным дизайном. Кто что думает по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Итак, по экстерьеру. Передняя часть автомобиля приближена к большинству моделей Kia, чтобы модель не выделялась из всей линейки. Оптика смотрится современно, но, скорее всего, она будет иметь галогенные фары. Боковая часть получит пластиковую окантовку порогов и арок крыльев и дверей. Линия остекления по-современному будет подниматься вверх. Задняя часть также узнаваема и напоминает другие модели из линейки Kia. Нижняя часть бампера не окрашена и имеет хромированную декоративную имитацию раздвоенного выхлопа, которого там, конечно же, на самом деле не будет. Точной информации по технической части пока что нет. Поэтому более детальную информацию ждите в следующих видео. А чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на канал и, что очень важно, нажмите на колокол, чтобы не пропускать новые видео. По предварительной информации известно, что на данный момент будет выбор из четырех моторов. Но для каждого рынка они будут разные. У нас, скорее всего, это будет 1,4 на 100 лошадиных сил и 1,6 на 123 лошадиных силы. Коробка механика или автомат на выбор. Ну а по приводу, конечно, только передний. Теперь перейдем к интерьеру. Интерьер нового компактного кроссовера, несмотря на то, что пытались экономить, получился довольно стильным и современным. Тут есть и экран мультимедийной системы и полностью цифровая панель приборов, конечно же, в максимальной комплектации. Передняя панель выполнена довольно интересно и получила новые вертикальные воздухозаборники и необычное расположение экрана мультимедия. Подобное расположение мы можем наблюдать на более дорогих автомобилях. Из деталей новинка получит кондиционер или двухзонный климат-контроль в максимальной комплектации. Беспроводную зарядку, электрические стеклоподъемники на всех дверях, электропривод и подогрев зеркал, зимний пакет с подогревом переднего и заднего стекла и розетка на 12 вольт. Также автомобиль сможет порадовать хорошей сборкой, так как корейцы обычно все же лучше собраны, чем автоваз. Также в материалах отделки будет использоваться искусственная кожа. Что касается цен, то приблизительно автомобиль будет стоить от 700 тысяч рублей. По заявлениям компании, автомобиль в самой топовой версии будет стоить дороже всего на 250 тысяч рублей ориентировочно. Посмотрим, что будет на самом деле. А свое мнение вы всегда сможете оставить в комментариях под видео. Во многих странах новый кроссовер уже должен начать свои продажи в 2021 году. У нас пока что неизвестно. Думаю, все будет зависеть от интереса к данной модели. Следовательно, не забывайте ставить лайки, чтобы свершилось чудо и видео попало в топ. В общем, пишите, понравился ли вам новый корейский кроссовер и сможет ли он реально составить конкуренцию Lada Vesta SV Cross.